Их утро началось не с кофе. В планах судебных приставов посетить адреса должников-алименщиков, чтобы уведомить их о задолженностях и рассказать о посредствиях неуплаты. Рейд по должникам-алименщикам прошел в рамках всероссийской акции «Судебные приставы детям», которая приурочена ко дню защиты детей. На текущий момент в районе свыше 150 исполнительных производств. В рамках выхода мы получаем требования должникам о явке в ОСП для предоставления подтверждающих документов об оплате алиментов, а также направление в Центр занятий населения, чтобы должник мог официально трудоустроиться и сообщить нам, чтобы мы могли направить по месту работы. Также мы даем расчеты задолженности по алиментам. Если задолженность свыше 100 тысяч рублей, судебные приставы вправе составить акт описи ареста имущества, ограничить должника в спецправе и праве выезда. Если неплательщик уклоняется от уплаты более двух месяцев, на него могут составить протокол об административном правонарушении, который влечет за собой санкции в виде обязательных работ, ареста или штрафа. Далее, если должник продолжает уклоняться от уплаты алиментов, то в отношении него возбуждается уголовное дело. В основном, если честно, общаются более-менее спокойно. Но бывают случаи, когда должники не совсем рады нашему прибытию и присутствию. Благодаря спокойным разговорам и беседам приходится должников успокаивать, объяснять всю ситуацию, сложившуюся у них. Уплата алиментов – это долг каждого мужчины и каждого отца прежде всего. Поэтому чаще всего мы приходим к какому-то общему консенсусу и свою работу выполняем в соответствии с законодательством. За четыре месяца в Самарской области судебные приставы взыскали 335 миллионов рублей, составили почти 700 протоколов об административных правонарушениях и возбудили более 360 уголовных дел. Полина Чулякова, Валерий Майоров. События.